Надпись на плакате говорит сама за себя. Сотни демонстрантов в Стамбуле протестуют против военных операций России и Ирана в Сирии. Протестующие уверены – удары наносятся по туркменам в пограничном регионе. А Турция считает себя защитником туркменского меньшинства в Сирии. «Они атакуют мусульман. Они борются не против исламского государства, они борются против мусульман». После того, как турецкие военные сбили российский бомбардировщик Су-24, отношения между Москвой и Анкарой крайне обострились. Российский президент ждет извинений от турецкого, так как уверен, что бомбардировщик воздушного пространства Турции не нарушал. Эрдоган по-прежнему настаивает на обратном. Самолет турецкое пространство нарушил. Тем временем Москва расширяет операцию в Сирии. Вот кадры, сделанные в сирийской провинции Латакия, недалеко от места падения российского бомбардировщика. Тон между Москвой и Анкарой становится все резче. «У нас накапливается все больше вопросов об истинных намерениях Анкары, степени ее реальной заинтересованности в ликвидации терроризма, в частности, в Сирии, и ее заинтересованности в нормализации ситуации в Сирийской Арабской Республике». Турция же, в свою очередь, обвиняет Россию в том, что та всеми силами пытается сохранить у власти Асада вместо того, чтобы вести борьбу с так называемым «Исламским государством». «Да, Россия играет с огнем, когда она под предлогом борьбы с «Исламским государством» наносит удары по сирийской оппозиции. Весь мир знает, что Турция в этом права». В то же время Эрдоган изъявил желание встретиться с Путиным для переговоров. Однако российский президент на это, видимо, решил не реагировать до тех пор, пока Турция не принесет извинений за разбитый самолет.